Микс Ньюс. Основатель Балтийского пути. Министр труда, министр благосостояния, мэр Риги, затем премьер-министр и сейчас глава организации Латвия с целью Бу Ветайс Андрис Берзинч. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Ситуация действительно серьезная. Эту цифру не мы рассчитали, эту цифру рассчитал само министерство путей сообщения. Они эту цифру каждый год рассчитывают заново. Это цифра 2018 года. Про 2019 год не знаю, про 2020 тем более. Он еще не закончился. Но это есть так. То есть мы теряем в конкурентоспособности по сравнению с нашими соседями только из-за дорог, но в какой-то степени тоже. Но с одной стороны кажется, такие потери, казалось бы, куда выгоднее вложить деньги в дороги, чтобы эти потери не происходили. Дороги не голосуют, как правило. Дороги не голосуют, дороги молчат. И когда человеку говорят, ну вот, что ты хочешь лучше, чтобы тебя на 10 евро или на 20 евро повысили зарплату или отремонтировали дорогу к твоему дому? Так подумает, ну ладно, я там с дорогой как-нибудь управлюсь, там объеду ямы и так далее. Лучше пусть 20 евро в кармане, да? Я думаю, психологически это именно так происходит, именно так политики принимают решения сегодня. По какому-то остаточному принципу идут дороги, да? Ваша организация, которую вы возглавляете, Латвия с целью Буве Тайс, она очень тесно связана с большим количеством других организаций, институций, которые занимаются дорогами. Латвия с целью и, естественно, это и Министерство сообщений и финансов. Вот ваша роль, роль вашей ассоциации, вашего объединения, в чем она состоит? В нашей организации 19, так сказать, учредителей или членов, которые, в общем-то, в общей сложности, ну, отрабатывают около 70% государственных самоуправленческих заказов в Латвии. То есть, мы не монополисты, но в то же время с достаточным весом. Это общественная организация, цель которой, так сказать, выражать какое-то общее мнение всех этих наших участников, учредителей и говорить о тех вещах, о которых, как правило, каждому конкретному предприятию говорить достаточно сложно, да? То есть, ну, и, в общем-то, в мире это называется организация лобби, организация, хотя мы таким открытым лоббизмом не занимаемся, но, тем не менее, если, например, мы видим, что что-то с бюджетом идет не в порядке, мы именно те, которые заявляем об этом и постараемся привлечь внимание как политиков, так и общественности. Но вот у политиков есть ли какое-то видение будущего дорог? Что произойдет? То есть, политик, как правило, должен видеть на несколько шагов вперед и даже, может быть, даже на несколько десятилетий. Ну, да, да. Нет, ну, скажем, мы видим такие позитивные сдвиги в правильном направлении именно на протяжении последних двух лет, да? Скажем, ну, сегодняшний министр как бы заявил о том, что нужна какая-то перспектива, какое-то видение, что же будет с дорогами. Он отработал и выработал такую программу, которую достаточно публично уже на протяжении 4-5 месяцев уже показывает всем и рассказывает. Такая называемая дорога 2040, да? То есть, 2040 год к этому времени, где он определил такой главный принцип, что фактически с любого места Латвии по скоростной дороге ты должен в течение часа доехать до Кольцевой вокруг Риги, да? Ну, это был бы нормальный принцип, но, к сожалению, эта программа сегодня, ну, где-то находится, не знаем где. Правительство эту программу еще не рассмотрело, мы надеемся, что так оно и будет. А в целом, если говорить о наших взаимоотношениях с политическими партиями, у нас были даже времена, когда мы заключали договора, что, мол, после выборов сразу, если вы будете выбраны, вы возьмете и там подпишете, сделаете какую-то программу и так далее. Но, к сожалению, даже такие вещи, как подписанные документы перед выборами, да, после выборов не работают. Так что мы думаем, что только влияние всей общественности, влияние, большое влияние, какое-то давление на руководителей со стороны самоуправления, со стороны всех людей, которые передвигаются, которые должны иметь мобильность, да, может повлиять позитивно. Но вот многие политики, говоря в последнее время про дороги, когда их спрашивали, в этой студии все время как мантру говорили о том, что нам помогает Евросоюз, были выделены деньги Евросоюза, и насколько вот эта помощь была осуществлена? Да, она значимая, особенно, особенно, ну, за последние шесть лет, ну, прошлые шесть лет, скажем, Евросоюз, ну, 600 миллионов евро дал на то, чтобы мы безвозмездно привели в порядок свои главные дороги. То есть через два фонда, через фонд Кахейзи, то есть уравновешивание, и через фонд регионального развития. Но там опять такая вещь, мы говорили, что мы из своего бюджета тоже будем вкладывать, да. По-моему, там что-то было, ну, примерно 40 на 60, да, такая пропорция? Да, примерно, да, примерно, но мы обещали, мы показывали, что мы, вот, мол, бюджетные влияния в дороге наши пойдут вверх, то есть в течение семи лет, а вот европейские сперва дайте нам побольше, а потом можете идти на снижение, да. Европейцы дали все и пошли на снижение, а мы так, как плоско, так инвестировали, так и проинвестировали. Но сейчас мы находимся в ситуации, это как бы последний год вот этого периода планирования, следующий год уже первый новый год, но мы до настоящего времени еще не знаем, будут ли там деньги на дороги, на какие дороги, что, как, будут ли проекты на те дороги. То есть это все большая, большая неизвестность. И с другой стороны, то есть у нас сегодня в государстве нет ни одной такой программы, где, скажем, я, как, 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 может быть, будущий инвестор или человек, который хочет в этом, в этом бизнесе поучаствовать, взял бы и посмотрел бы, ну, что это правительство, что эта страна думает про свои дороги, как она планирует в течение, там, 5, 7, 20, 30, а то, может быть, и дальше лет делать со своими дорогами, как она, как она планирует их содержать, поддерживать и так далее. Мы сегодня живем, так сказать, чисто фискально от 1 января до 31 декабря. И вот сегодня мы все радуемся, говорим, о, как хорошо, там, ковид, дали дополнительные 75 миллионов там на дороге. И прекрасно, хорошо у строителей в этом году есть работа. А что будет в следующем году? Если мы смотрим на цифры, которые до настоящего времени, как бы, ну, зафиксированы в бюджете на этот год, то там, там большое пространство. Получается, как будто бы мы живем одним днем. Но если говорить вот в рамках человека. Именно так, именно так. Мы живем одним годом, да. А, так сказать, дорожные строители и вообще строители, и вообще предприниматели, это люди, которые должны как-то видеть вперед. Вот. Ну, как, например, сегодня мы, как сегодня наш предприниматель может идти в банк, говорить, ну, вот я хочу взять, там, скажем, лизень, какую-то новую технику, новую технологию, скажем, на 5-6 лет, как это, как правило, происходит, да. Банк скажет, а что будет? В этом году хорошо, мы видим, да, у тебя есть работа, ты что-то заработаешь, тебе будут деньги чем-то расплатиться. А что будет в следующем году? Через год, через два. Он говорит, ну, мы надеемся, что придут хорошие политики, и хорошо там проинвестируют, в том числе и в дороги. Но гарантий никакой нет, то есть, то есть, вот отсутствие такого стратегического видения, это, по-моему, самая большая проблема сегодня. Для того, чтобы нормально развивалась отрасль, для того, чтобы нормально развивались дороги. Ну, скажем, те же эстонцы, они за последние 20 лет ни разу не отступили от своего первоначального намерения, так сказать, постоянно инвестировать в дороги, суммы не сокращая их и не колебляясь, там, скажем, в зависимости от тех или иных политических тенденций. Понимаю, что по дорогам хотят ездить и коммунисты, и социалисты, и капиталисты, и либералы, и все остальные. И сами должны ездить, и они точно так и делают. Поэтому мы сегодня подъезжаем туда и смотрим, ага, да, все региональные дороги проасфальтированы. А у нас 50% региональных дорог грунтовые, да. Скажем, у них там, они не строят большие, скажем, там, при местных дорогах не строят большие, там, восьмиметровые, там, большие магистрали. Незачем они строят трехметровые асфальтовые дороги, в зависимости от того, какая там интенсивность движения. Их хорошо живут, люди обходятся без пили, их сады обходятся без пили, детям лучше и так далее. Но получается, ведь меняется и структура общества, потому что мы видим, что все меньше и меньше людей живет в сельской местности. И это, ну, в принципе, не нужно. Люди перебираются в города, это тенденция в общемировая. Кстати, это вообще-то логично, это так происходит, если мы помним, что, скажем, ну, в последние годы, советское время, по-моему, перепись населения нам показывала, что 24% населения живут, так сказать, не в городах, а на селе, скажем так, да. То, конечно, ясно было, что с приходом новых техник, технологий для, так сказать, производства сельскохозяйственной продукции не нужно больше, чем 5-8% населения. И мы это в реальности сегодня это видим, да. То есть это нормально. Конечно, с другой стороны, либо ты обеспечивай тогда какой-то рабочие места там в деревне, либо обеспечивай мобильность этим людям, чтобы они могли с утра проехать на работу, а вечером вернуться к себе домой, да. Мы сегодня видим и эту тенденцию, что достаточно много горожан возвращается назад в свои, скажем там, дома своих предков, да, или покупает какие-то другие, другую собственность и восстанавливает, скажем там, деревенский дом для того, чтобы летом, хотя бы летом, да, жить там на природе и спокойно дышать свежим воздухом. Но вот говоря все-таки вот про деньги ЕС, действительно здесь ведь был такой, то, что называют черный лебедь, то есть то, что невозможно предсказать, по-моему, такой термин, который в Брексит, который оказал тоже такое негативное, наверное, влияние. Нет, ну, конечно, там очень много всяких вещей, но, скажем, комиссия, по-моему, с бюджетом, своим предложением по бюджету, они разобрались, вроде бы сказали, сегодня, учитывая Брексит и все остальное, мы видим, что есть какой-то скелет европейского бюджета, да. Теперь этот бюджет нужно еще утвердить в Европарламенте, и тогда его можно подписывать, и он может вступать в силу. Но там, конечно, пойдут еще и разговоры о деталях, сколько, чего, куда, кому, на что. Потому что, конечно, те страны, которые являются сегодня получателями, как мы, мы заинтересованы получить как можно больше денег, таких, за которые потом не надо рассчитываться, да, а которых надо докладывать, как мы их использовали, но их не нужно возвращать. С другой стороны, там, получается, и достаточно большие суммы, особенно сейчас, ну, так сказать, по устранению последствий ковида, там, где можно будет занимать очень дешевые и достаточно легко доступные деньги. В целом страна сможет их взять, но их надо будет возвращать. И тут появляется очень много всякого рода, ну, так сказать, политических нюансов, что ли, что правительство должно как-то адекватно отреагировать, министерства должны адекватно отреагировать для того, чтобы как-то привести все это хозяйство в порядок. Вот кто отвечает за это? Есть ли, ну, какие-то структуры? За все отвечает премьер, конечно. За все отвечает премьер, потом следующий, на этих лесенках, это министр путей сообщения, хотя сегодня достаточно четко проявляется еще одна фигура, это министр регионального развития, который, скажем, в прошлом году перед принятием бюджета этого года высказался, что сразу же после административно-территориальной реформы будет и программа специальная, которая, ну, скажем, приведет в порядок все региональные дороги. Он даже назвал цифру, что это будет трехлетняя программа на общую сумму 300 миллионов евро. Мы слышали, тут месяц назад в пресс-релизе я читал о том, что такая программа якобы разрабатывается в этом министерстве, что это министерство выступит в роли заказчика, скажем, по отношению к нам, к дорожным строителям, что это будет работа для нас. Но эту программу мы, опять же, никто ее не видел, нигде она не утверждена. И таких программ у нас, по-моему, если посмотреть внимательно по всем шкафам Министерства путей сообщения, то там две-три комнаты, как ваши, заложены всякого рода программами, которые сделаны, но нигде не утверждены и так и не вступили в силу. А в чем проблема, в чем причина? У политиков не хватает, не знаю, политической воли, решимости? Нет денег банально? Нет, в первую очередь, конечно, это банально наличие денег и приоритеты, которые надо расставлять. Ну, скажем, вот приоритет. Там доктора говорят, вот вы нам обещали, не дали, да. Учителя говорят, вот даже в законе записано, что вы должны повышать зарплату, вы не повышаете. Вот. Идут, смотрят, ну, а у кого можно срезать? Ну, срежем у дорог. Ах, ну, там как-нибудь разберемся. Ну, так на бытовом уровне так оно и происходит, вне зависимости от того, что политики там рассказывают, потому что там знаете, там какой-то там точки не было или запятой в проекте не было, поэтому мы этот проект отложили. Ну, ерунда это все. Вы упомянули вот административно-территориальную реформу, ее роль, как вы видите, действительно в обустройстве дорог, будет ли это, ну, упрощением каким-то, поскольку… Вы знаете, я вот только на своем личном опыте, я, например, иногда бываю в Мадуане, да, там уже на прошлой реформе было создано достаточно большое, объемное, ну, такое, большое самоуправление, которое практически весь Мадонский район, ну, был включен туда, и которое создало свою систему, ну, скажем там, ухода за всеми самоуправленческими дорогами, я иногда ехал даже по грунтовой дороге там среди леса и с удовольствием отмечал, что у дороги есть профиль, да, то есть это не яма, это не канава, куда стекаются все воды, что у дороги есть канавы по обоим краям, что и кусты там подрезаны так, чтобы вода могла скатиться и чтобы дорога стояла, то есть то же самое я видел, например, в Талсинском районе иногда проезжая, там тоже по грунтовым дорогам, смотрю, ну, по-всякому может быть, но, как правило, так, если в результате этой административно-территориальной реформы будут созданы более большие, и такие мощные самоуправления, только, естественно, что у них и денег, и возможностей будет больше все это, все это хозяйство привести в порядок и, так сказать, более хорошо ухаживать за своими дорогами. Дорожный фонд, вот специальный бюджет, который был принят, его отмена, как вы называли это, ну, большой ошибкой в одном из интервью недавних. Нет, ну, самое главное, вы понимаете, я вообще политиков делю на две категории, одни, которые идут строить, а вторые, которые приходят для того, чтобы рушить. Вот, скажем, Эйна Репши с новым временем, в свое время, пришел рушить, он взял, ликвидировал дорожный фонд и вместо этого ничего не сделал, не создал никакую систему. То есть, дорожный фонд, как фонд, как специально ограниченные деньги в бюджете, они, конечно, как в какой-то степени связывают руки и министру финансов, и всему правительству, да, то есть, там как бы отведена какая-то часть, которая обязательно именно туда должна уйти. С другой стороны, это очень хорошо дисциплинирует. Но, с третьей стороны, это не должно стать никакой самоцелью. Если нет, скажем, таких денег, то, скажем, ну, правительство могло бы взять и утвердить какую-то действительно долгосрочную или среднесрочную программу и реально придерживаться этой программы каждый год для того, чтобы все стали доверять этой программе. Это примерно то, что эстонцы делают, и мы говорим, о, как в Эстонии там дороги лучше, да. Ну, это именно так они последние 25 лет себя ведут, да. Что мы делаем? Мы, во-первых, не принимаем решения, скажем, с 2004 или 2005 года правительство не приняло ни одного решения по поводу, скажем, там, создания каковых либо программ для, ну, такой постоянной поддержки дорог. Все решения, которые министр, министерство путей сообщения присылает, они принимают просто для Зинашиной, ну, то есть для сведения, да. А вот формулировка для сведения, она не заставляет, скажем, министра финансов при создании или проектировке бюджета следующего года закладывать туда какие-то цифры. Нет, это просто, так сказать, для общего сведения, да. Что, на мой взгляд, является, ну, несостоятельными решениями, честно говоря. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. У нас очень много просто звонков. Я попрошу вас надеть наушники. Хорошо. Доброе утро. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю Андрею Берденовичу. Доброе утро. Значит, пару выдержек даже из речи Гассанина Берденовича. Вот он только что сказал, что есть политики, которые, значит, создают, которые созидают, и назвал Ревши, который уничтожил Дорожный фонд. Но почему-то забыл назвать хотя бы одного политика, который созидает. Нет у нас таких политиков, Гассанина Берденовича. Есть, есть, есть. Я вам назову. Если хотите, назову. Это, например, Андрес Гутман, который бывший министр путей сообщения. Это Вилл из Криштопан, который этот фонд, в общем-то, там сделал. То есть, есть такие люди. И в каждой отрасли есть такие люди. Ну да, мы, в принципе, еще, может быть, затронем в конце программы, поговорим тоже вот о тех, кто созидает. Но сейчас, вот я понимаю, что у нас из-за того, что закончились европейские деньги, нехватка составляет, по-моему, около 100 или 120 миллионов. Ну, примерно так, да. Примерно. Если бы, скажем, эта программа, о которой рассказывает Министерство регионального развития, была бы утверждена и принята, то мы могли бы сказать, что, так сказать, тот изъян или та нехватка, или та дырка, если так можно выразиться, может быть, неправильно по-русски, она была бы как-то прикрыта, да. Ну да, примерно так. Примерно такая сумма. Это та сумма, которую каждый год отрасль получала в виде заказов из европейских денег. Но вот модель такая проекта государственно-частного партнерства, они могут выручить в этой ситуации? Они могут выручить, но это недолгосрочное решение. Оно будет работать, и я очень доволен, что первая ласточка уже есть, это новая дорога, обводная вокруг Кековы, да, там она принята, это так называемый PPP, да, private public partnership, ну как это по-русски, частное партнерство. Принято и такого рода вещи, они могут работать, но нужно учитывать, что за даром ничего не происходит, и кто-то когда-то все равно за это должен будет платить, и каждый год надо будет за это платить. То есть правительство сегодня выбрало такую схему, что эти деньги берет предприниматели в банки, занимают, так сказать, на свой страх и риск, поддерживают, а правительство, если все идет нормально, каждый год выплачивает какую-то сумму. Ну в этом проекте, например, эта сумма будет примерно 12-14 миллионов евро. Договор еще не заключен, но в принципе около 12-14 миллионов евро. Ну и вопрос, откуда эти деньги возьмут, ну решение достаточно простое. Эти деньги пойдут опять из той программы, которая идет сегодня на капитальные вложения в дороги. То есть это значит, что просто-напросто эта программа будет сокращена на, скажем, на 12-14 миллионов. С чем, конечно, можно и в какой-то степени согласиться, потому что такой подход позволяет, скажем, там, не заносить этот ППП проект в дефицит страны и так далее, и так далее. Это может быть такие манипуляции, которые больше понятны для финансистов, да. Но с другой стороны, если такого рода проектов будет много, то у нас вообще на капитальные вложения как таковые, да, денег для заказов вообще не будет, если эта сумма не будет увеличена. То есть это хороший метод, как работать, да, но это не должно стать самоцелью, и это в долгосрочке не помогает решить никакие проблемы. Но вот мосты, я у вас тоже на сайте обнаружил такую удивительную, ну, шокирующую статистику, где оценивается качество, ну, вот сейчас состояние мостов, и если сложить вот в плохое состояние и очень плохо, это 45% мостов, из которых вот затем, а в хорошем состоянии 28, удовлетворительном 26. То есть не являются ли эти цифры поводом бить тревогу, поскольку что происходит? Ну, это действительно так. Ну, очень много этих сегодняшних наших мостов, они сделаны из складного железобетона и построены примерно где-то в 60-е, 70-е годы, да. То есть нормальный цикл действий вот из складного железобетона это 30-40 лет, то есть через 40 лет нам надо делать примерно капитальную реконструкцию, смотреть, что происходит, что с основанием, что с этими спирамидчиками, как, в каком они качестве, и серьезно, это, конечно, стоит денег, и это требует большой квалификации от людей. Слава Богу, у нас есть хорошие дорожные строители, дорожные и мостовые строители в Латвии, которые действительно на самом высоком уровне могут работать и которых приглашают, которые получают и работы, в том числе и за границей, но плохо, когда они уходят за границу работать, когда у тебя самого столько мостов, а у нас около 2000 мостов в целом, если считать вместе то, что у государства и у самоправлений, да. Они, конечно, не одинаковы по своему значению, потому что на одном интенсивность больше, и те ремонтируются в первую очередь, другие такие, по которым ездят меньше, там они в худшем состоянии, там самовладелец, как правило, ограничивается тем, что сужает проезд через них для того, чтобы пропускать только в один ряд, или принимает какие-то такого рода решения, которые не являются, конечно, спасением, да, потому что там и на селе, там, скажем, по мосту должен проехать хотя бы трактор, хотя бы комбайн или что-то там, то есть взаимосвязь, она должна существовать между тем, в каком качестве находятся наши мосты, и в каком качестве находятся наши дороги. Будет, ничего хорошего не будет, если хорошая дорога приведет к плохому мосту, через который нельзя переезжать, да. То есть получается, что за дороги отвечают одни, за мосты другие, и в результате... Нет, нет, нет. Они все как за дороги, так и за мосты, в целом отвечает Министерство путей сообщения. Просто-напросто, просто-напросто, ну, денег на все сегодня не хватает. Но вот вы, кстати, в одном из интервью тоже сказали, что непонятно, кто вообще отвечает за проверку мостов. Это действительно так? Ну, теоретически определено, что акционерное общество Латвии Свалс Целис, скажем, через каждые два года должно проверить, там, скажем, все мосты, которые сегодня в Латвии. Но акционерное общество, есть акционерное общество, понимаете? То есть, административно, административно, на мой взгляд, там есть достаточно пространства для того, чтобы улучшить этот надзор, тем самым, скажем, обеспечивая более высокий уровень безопасности для тех, которые передвигаются по мостам, и для тех, которые просто ходят по ним. Потому что у нас бывали случаи, когда вдруг обваливается, скажем, на мосту обваливается, это пешеходный тротуар, который, в общем-то, построен на тех же конструкциях, на которых сидит мост и так далее. То есть, когда эти перила просто-напросто падают вниз куда-то в речку, таких случаев достаточно много. И когда ты едешь иногда и смотришь там на мостике, видишь, что, ага, сегодня те, которые сегодня ухаживают за дорогами, увидели, что там вода уже просочилась и промыла, там чуть ли не фундамент, что они сделали? Они сделали, набили мешки с песком, и эти мешки с песком просто заложили там, скажем. Это хороший подход, да, это действительно спасает на какое-то время, но это не вечно. Там надо приходить строителями, как следует возобновлять и ремонтировать, и смотреть, что там, что у этого медвежонка внутри, да. Ну и в Риге тоже, кстати, вот с мостами очень большая беда. Ну, в Риге именно та же самая ситуация, которую я характеризовывал, но, конечно, эти мосты более видимы, более опасны, и с ними надо разбираться. Ну, видите, как хорошо, тут говорили, вот рынок открыт, Рижская дума сказала, да, да, тут пришли строители соседних стран, которые, кстати, тоже умеют хорошо работать, но продемпинговали, да. Им показалось, что как-то вот там, по легкому, по мелочам обойдется, все можем продемпингуем. Ну, что из этого получилось, мы сегодня видим, да. Сегодня, так сказать, мосты, которые должны были быть уже давным-давно в порядке, сегодня все еще находятся в таком достаточно сложной ситуации, а самое главное, что нужна городская власть, которая принимала бы решения и конкретные решения, в том числе решения о том, чтобы пересмотреть цены, по которым тогда эти конкурсы были созданы, потому что там оказалось, что болезнь гораздо глубже и гораздо серьезней, но тех сегодня нет, да. Ну, ждем новые выборы тогда, после выборов, может быть, будут люди, которые будут способны принимать решения. А вот какое влияние на отрасль может оказать строительство Рейл-Балтика? Я думаю, что мы достаточно серьезно сегодня даже не осознаем все то, как, может быть, поменяет нашу жизнь Рейл-Балтик. Если мы смотрим, Рейл-Балтик, она скоростная железная дорога, которая фактически пересечет Латвию, скажем, в другое направление, если Даугово пересекает Латвию, так и мы знаем, что там случалось вокруг Даугово, что всегда там во время войн и траншеи рылись, и постоянно линии фронтов стояли, то, конечно, мы не говорим о том, что вокруг Рейл-Балтика будут какие-то линии, но тем не менее вы должны учитывать, что это будет достаточно серьезное препятствие для того, чтобы вот та хозяйственная жизнь, которая была там, скажем, у крестьян, переезжая с одного поля на другой, или у людей там, перебираясь с одного места, с одной деревни в другую, она будет затруднена, если, скажем, там рядом будет эта дорога. То есть это значит, что там нужно будет очень много всяких, всякого рода маленьких туннелей, переездов, воздушных переходов, опять же, мостов, воздушных мостов через эту железную дорогу, и что как-то мы должны будем научиться потом как-то немножко иначе коммуницировать между собой, как самоуправление, так и частные люди, так и в целом государство, и это опять будет стоить нам значительных денег, и это будет некое затруднение на первых порах. Но пока вот эти деньги никто пока не учитывает и даже не смотрит в эту сторону. Нет, смотрят, смотрят, смотрят. Те, которые занимаются проектировщиками, проектами Рейл Болтык, об этом смотрят, но достаточно ли смотрят, не знаю, не видел этих проектов, не участвовал ни в одном, ни в одних заседаниях, посмотреть бы там, как, как. А самое главное, меня интересует, как же теперь, вот, скажем, новые самоуправления, которые после инициативно-территориальной реформы, которые там живут, и которым там надо, где людям надо поехать в магазин, скажем, который находится на одной стороне Рейл Болтыка, на железной дороге, а проживают они на другой стороне, смогут ли они вот так нормально как-то проехать, добраться, не нужно ли им будет проезжать, там, скажем, 40 километров вокруг для того, чтобы поехать в тот магазин, где они хотят, куда они хотят поехать. А не получится ли так, что все силы строителей будут брошены на этот проект, и не будет хватать просто квалифицированных людей для других проектов? Я об этом говорил неоднократно, я говорил, что, конечно, если... Это очень пагубно, скажем, сперва, так сказать, заставлять голодать отрасль, а потом вдруг туда кинуть большое количество денег. Это губительно для отрасли, потому что происходит очень примитивная вещь, просто цены взлетают в два раза, а то и в три раза, да, а качество от этого не улучшается, потому что отрасль может... У отрасли есть своя, так сказать, ну, способность поглощать заказы, если так можно выразиться, да, и эту способность нельзя, скажем, ну, поднять в течение года, там. Это должен быть постоянный процесс, за которым, скажем, Министерство путей сообщения должно постоянно наблюдать, и который должно сознательно выращивать, да. Если мы знаем, что у нас через 3-4 года будет большие объемы работ, то, естественно, мы должны бы были принимать какие-то меры для того, чтобы отрасль как-то могла нормально развиваться. То, что мы сегодня видим, мы, поскольку мы живем от 1 января до 31 декабря, мы сегодня, скажем, вместо того, чтобы брать технику в лизинг, часто ее арендуем. Арендовать это в полтора раза дороже, чем брать технику в лизинг, да. Мы просто не знаем, что будет через 3 года, поэтому банки с нами не хотят разговаривать, или хотят разговаривать, но на таких условиях, которые неприемлемы нам, да. То есть, то есть, всякого рода вещи происходят, то есть, но то, что со строительством Рейл Болтых нас ожидает очень большая, большая нехватка мощностей, это уже сегодня понятно. Вот если говорить о достижениях Вашей ассоциации, Вашего общества Латвия с Целью Бу в этой, я напомню нашим слушателям, что в нашей студии Андрис Берзинч, вот что самое главное, что было все-таки сделано за эти годы, которые существуют? Ну, мы сами ничего не строим, но я должен сказать, что наша отрасль в целом, как дорожники, так и мостовики, ну, приобретают опыт и очень, и самое главное, повышают качество выполняемых работ, и становятся, в общем-то, общеизвестными даже, я скажу, не только в соседних странах, но и, скажем, в других странах. Ну, скажем так, Вильнюсский аэропорт, например, строили наши латвийцы, да, то есть, вильнюсцы говорят, мне, например, говорили, что мы с большим удивлением смотрели, как вы работаете, потому что мы так еще не умеем работать, да, в каком темпе, в каком качестве эта работа была сделана. То же самое можно говорить о разного рода других проектах, даже, скажем, в Калининграде мосты и переходы строили наши, да, то есть, везде, в Германии строят наши, тогда, когда у них не заканчиваются работы здесь, но опять это, это, это очень, конечно, хорошо, когда люди уезжают, и там бы зарабатывают что-то, но это при условии, если бы у нас все было бы хорошо, и что у нас, и, и что у нас самих не было бы работы, нет, у нас работы в полном-полно только, были бы заказы, были бы, были бы, скажем, администраторы и политики, которые осознавали бы это и выставляли, так сказать, дороги и мосты в качестве первых приоритетов. Не могу не спросить вас, вот, как все-таки бывшего мэра Риги, сейчас многие партии, вот, когда я читаю их программы, я просто удивляюсь, сколько обещают партии, и, ну, мы все помним эту фразу, как можно было не обещать, Но вот реально ли, когда, ну, вот, обещают бесплатный транспорт, какие-то 1500 евро на рождение ребенка, то есть, вот, есть ли реальные какие-то, вот, все-таки границы бюджета города, за которые, ну, вот, невозможно выйти, то есть, это явно что-то... Ну, во-первых, бюджет города Риги очень хорошо растет постоянно, да, то есть, если я помню, 97-й, 1997-й год, и сейчас 20-й год, то бюджет вырос более чем 4,5 раза, да, в целом городской бюджет. Это шикарно, если за 20-25 лет там бюджет вырастает 4 раза, да. Это значит, что постоянно 12-15% прироста идет. Если в стране будет развиваться экономика, если, если Арига является все же двигателем, скажем, в латвийской экономике, то и в городской бюджет будет расти, то есть, то есть, в городской бюджет, если его правильно рассчитывать, больших проблем нет. Если мы смотрим с точки зрения, каковы долги города, они, они сегодня составляют около 10%, да, это в целом, если самоуправлением разрешено, в целом, законом разрешено иметь долги до 20% от своего бюджета в Риге, этот объем официальных займов, которые позволены, не осуществлен еще, не выбран в целом. И это правильно, это, в общем-то, говорит о том, что люди думали немножко об этом, как они управляют. То есть, рижский бюджет ни в каком кризисе не находится, он находится в очень хорошей ситуации. Конечно, там надо выстраивать какие-то приоритеты. Что касается обещаний по поводу бесплатного общественного транспорта, я буду абсолютно циничен. Такого рода, скажем, услуги очень легко дать, но их забрать назад вообще невозможно. Сегодня уже более 10 лет общественный транспорт для городских жителей является бесплатным. И, я думаю, никто из новых или вновь приходящих к власти и не заявляет даже, и не заикается о том, что он может, что он что-то там уберет, или что-то снимет, что-то сократит. Нет, это просто-напросто пойдет, как само собой понятно. Просто там какие-то приоритеты расставлять надо, какие-то акценты, какие виды транспорта там развивать в большей степени, которые в меньшей степени, как экономить эти деньги, как сделать так, чтобы там, скажем, займы были лучше профинансированы и так далее. Но это опять задача тех политиков, которые придут во власть и с финансами. А что касается таких общих обещаний, я там то-то, я там то-то, ну... Ох, не могу не вспомнить опять своего преемника Эйнара Репши, который говорил, как можно не обещать? Ну да. Как можно не обещать? Ну и, может быть, уже подводя итоги нашего разговора, что вас заставляет двигаться вперед, как вы находитесь вот все время в пути, можно сказать? Нет, ну, знаете, это философия фактически такая, находиться в пути, да, или, ну, на дороге это не так звучит, но в пути, да. Потому что жизнь – это постоянный путь, это же мы же, если мы останавливаемся, мы, так сказать, отпадаем. Мы должны идти все время двигаться, идти вперед в прямом и в переносном смысле. И мне просто так интереснее жить. Я наблюдаю, как растут мои внуки, я наблюдаю, как там, как все происходит в стране, да. Это очень интересно. А самое главное, что это позволяет тебе быть как-то, как бы причастным к этому всему процессу, хотя, в общем-то, если смотришь в зеркало, то ясно, что надо уже начинать отдыхать, да. Ну что же, спасибо большое, глава организации «Латвия С.Любове Тайц», экс-премьер в Латвии Андрис Бержинс сегодня был в нашей студии. Спасибо вам. Пожалуйста, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok